Так, я кажется успел, да? Всем оригинальное приветствие, бро! С вами Денис Оптимистер. И наконец-таки настало время подвести кино итоги 2016 года. Сегодня мне в этом по традиции будут помогать мои любимые коллеги-видеоблогеры. И не только. Ну в общем, что хочу сразу сказать. Этот год был годом громких разочарований и внезапных находок. Так что после просмотра этого ролика рекомендую ознакомиться вам со всеми фильмами, которые в нем участвовали, если вы их по тем или иным причинам не смотрели. Ну а пока что, давайте начнем. Кто там первый? Привет, мои скайлты! С вами Кьюбайт. И я не у себя на канале. Я сегодня на канале у Дениса Оптимистра и буду говорить о фантастических тварях. Фантастические твари были невероятно ожидаемым фильмом для поклонников Поттерианы. Но так как я таковым не являюсь, но разумеется уважаю эту франшизу, то особо фильм не ждал и шел в кино без завышенных ожиданий и без волшебной палочки в руках. Правда были у меня опасения насчет режиссера картины Дэвида Йетса, который казалось бы уже и сяк после последних частей Гарри Поттера и недавний Тарзан мало кого смог удивить. Но как бы не так. Фантастические твари смотрелись очень живо и смогли удивить меня десяткам красивых сцен, хоть магией в фильме пользовались маловато. Как и в Гарри Поттере, Ньютс Коммандер, насколько я знаю так правильнее, не является абсолютным главным героем, а лишь персонажем, за которого цепляется история. Что удалось у фильма на славу, так это второстепенные персонажи. Они вышли колоритными и за ними было не скучно наблюдать. Об актерском составе говорить уж точно не стоит. Он прекрасен. Сам фильм я воспринял как первую серию нового сериала. Скорее всего из-за того, что основная история с Обскуром получила развитие только под конец фильма. И когда началось все самое интересное, то на экране пошли титры. В общем, будем ждать новые приключения Ньюта с Коммандера в 2018 году. И конечно это повод еще раз пересмотреть все части Гарри Поттера. Ха-ха-ха, Аптимистер, привет! Да, конечно, новые госты сегодня. А, обзор? Срочно. Окей. Славные парни! Хороший фильм с настроением, а также Райаном Гослингом и Расселом Кроу. Славные парни. На первый взгляд типичный боди-муви. Но если присмотреться, одна из лучших экшен-комедий не только за этот год, но и за последние лет... Эммм... ...как у обоих варит, да и трусливыми не назвать. Но как же им в этом кино не везет? Впрочем, именно невезением, или что реже везением, здесь и обусловлено большинство комичных сцен и шуток. Сюжет не банален, но легок для восприятия. И если не интригует, то все равно заставляет смотреть кино с интересом. А еще очень классно, что персонажей на первом плане сделали очень человечными за счет плана второго. К примеру, у героя Гослинга имеется юная дочь, которая становится в какой-то момент едва ли не самым полезным персонажем. Также не могу не отметить, что общая атмосфера Лос-Анджелеса 70-х как-то сразу задает нужный тон и заставляет погрузиться и проникнуться этим пацанским фильмом. Фильмом, в котором типичные персонажи Громила в исполнении Кроу и детектив в исполнении Гослинга, замученные жарким солнцем и житейскими делами, решают проблемы криминальные. И пока на фоне звучат заводные мелодии тех лет, а кто-то снюхивает кокс с попки очередной порномодели, фильм становится одним из самых занятных в 2016 году. Ну, одним из самых атмосферных и смешных уж точно. Всем скандально неизвестным привет. И на этом месте совершенно заслуженно стоит замечательный фильм Капитан Фантастик. Капитан Фантастик это история об одной необычной семье, которая живет в лесу и отказалась практически от всех социальных благ. Каждый день они занимаются спортом, охотятся и самообразовываются. И все это в полной гармонии с природой. Однако обстоятельства все-таки вынуждают их столкнуться с цивилизацией. Собственно, фильм об этом столкновении свободных ассоциума людей с этим самым социумом. И если вам нравятся фильмы о свободе, то Капитан Фантастик – та картина, в которой мастерски и совершенно с разных сторон раскрывается тема свободы. Сложная, противоречивая и спорная тема. И это по-настоящему удивительная мысль, которая заставляет задуматься о собственной внутренней несвободе. Но сам сюжет, который безусловно хороший, что очень важно, не заштампован, это еще не самое интересное в фильме. Любопытно именно то, как эта семья живет, их быт, привычки и стиль жизни. Главный герой учит своих детей видеть мир таким, какой он есть на самом деле. Но главное, он учит их брать ответственность за свою жизнь и анализировать. И то, что эти люди живут в лесу, ни разу не мешает им знать несколько языков, разбираться в физике, философии и истории, покруче любого хипстера с планшетом и свободным доступом к любым знаниям этого мира. Кстати, весьма приятно, что персонажи в фильме читают наших соотечественников, а именно Набокова и Достоевского. Отец семейства говорит детям правду о смерти или сексе беспрекрас, такой, какая она есть. Он разрешает им пить вино и даже рогаться матом. И не потому, что он плохой и безответственный, а потому, что он научил своих отпрысков понимать значение слов, видеть причины следственной связи и альтернативные факторы разных событий. Можно как угодно относиться к такому стилю жизни, методу воспитания детей и так далее, но очевидно одно – этот фильм о тех людях, которые никогда не станут обвинять в своих личных бедах государства, социум или кого-то постороннего. Потому что они научились понимать, что ответственность за их жизнь и благосостояние лежит только на них самих. Да, действительно, те, у кого есть власть, они управляют жизнями безвластных. Такова жизни, с этим ничего не поделаешь. Однако фильм «Капитан Фантастика» – это живое доказательство тому, что у человека всегда есть выбор, а настоящая свобода имеет очень дорогую цену, которую далеко не каждый способен заплатить. В целом фильм высмеивает и даже издевается над социумом с его идеей непрекращающегося шопинга. Эта дикая семейка от души прикалывается над полицейским, приходит в церковь в разноцветных костюмах и устраивает спектакль в сетевом супермаркете. Однако, с точки зрения драматургии, фильм не все так однозначно. Фильм не просто стебется над правилами. В этой картине также есть контртема, которая показывает, что все-таки от некоторых благ цивилизаций очень сложно отказаться, и без них действительно тяжело воспитать детей и жить, даже если ты такой свободный человек, как, например, наши герои. А самое интересное, что человек, высмеивающий власть имущих, сам становится диктатором для собственной семьи. Именно поэтому картина очень спорная. Спорная не потому, что она плохо снята или сценарий слабо написан, наоборот, с этим все в порядке. Она спорная потому, что после просмотра действительно есть о чем подумать и о чем поспорить. В фильме лбами сталкиваются разные мировоззрения, идеологии, методики воспитания детей и стили жизни. Именно поэтому, если ваши кухонные или интернетные споры утратили былую остроту, то советую вам с вашими друзьями посмотреть фильм «Капитан Фантастик». И у кого-нибудь обязательно бомбанет. На следующем месте расположился фильм, который чуть было не прошел в кинотеатрах незамеченном. Маркетинговая кампания Кловерфилда началась буквально за месяц до начала проката. И такая таинственность фильма, может быть, навредила кассовым сборам, но точно произвела впечатление на зрителей. Этот фильм рассказывает историю, происходящую в одной вселенной с фильмом «Монстра», названном в оригинале «Кловерфилд». Режиссер «Монстра» Джей Джей Абрамс выступил продюсером фильма и назвал его «Кровным родственником Монстра». И действительно, как и в фильме Абрамса, в Кловерфилде царит мрачная и таинственная атмосфера. Зрителям не дают шансов понять, что происходит за пределами подвала, в котором очнулась главная героиня. Ее, между прочим, сыграла известная пароль Рамоны в шикарном фильме «Скотт Пилигрим против всех» Мэри Элизабет Уинстед. В компании с ней оказался Фред Флинстоун, он же Уолтер Собчак, Джон Гудман, который, на удивление, сумел перевоплотиться в настоящего параноидального маньяка, от одного вида которого леденела кровь. Для любителей пощекотать себе нервы, это, пожалуй, один из лучших фильмов уходящего года. Я ему дал все 9 из 10, срезал лишь один балл за череду совпадений в конце фильма. Ну, настолько мне этот фильм понравился, что я могу говорить о нем часами. Так что давайте следующее место. Йо, это тот самый обзорщик, с которым часто путают Дениса Оптимистера. Но на самом деле мы два разных человека. Меня зовут Илья Бунин, и вот вам следующее место. Когда-то мы с вами знали талантливого Мэла Гибсона, как отличного актера. Но с тех пор, как он выкатил на экраны отличные страсти Христовы и Апокалипсис, все стали воспринимать его еще и как многообещающего режиссера. Режиссера, у которого фильмы выходят, может, и редко, но каждый из них это событие. И вот новый фильм Мэла Гибсона по соображениям совести, это то самое событие. Военная драма о человеке, которая вполне может войти в историю кино. Ну, в топ-250 кинопоиска она довольно быстренько вошла. По соображениям совести рассказывает об американском медике Дезмон Дедосе, сыгранном Эндрю Гарфилдом, который во времена Второй мировой войны по своим личным убеждениям отказался брать в руки оружие. То есть на войне он положился на волю божью и решил не убивать людей, даже с целью защиты. Нетипичная история для поля битвы, согласен. Но не принимая активного участия в войне, Дезмонд стал настоящим героем, спася 75 сослуживцев во время битвы за Окинаву и удостоился медали почета. Добавляет остроты этой истории и тот факт, что Дезмонд реальный человек. И его история может и переврана для художественного умысла, но все равно основана на реальных событиях. Фильм вышел настолько жестоким, реалистичным, впечатляющим и вдохновляющим, что он не мог не попасть в этот итоговый топ. По соображениям совести, атмосферная история о том, что можно оставаться собой даже в самой критичной ситуации. И о том, какой жуткий и сложный путь может пройти человек в борьбе за свое личное счастье. Рекомендую фильм к просмотру каждому, кроме детей и слабонервных. Все же в кино достаточно реалистичных и кровавых сцен. Да, в изображении жестокости Гибсон точно никогда не скупится. Что там в следующем местом? О, тоже годнота! Ну и после такого серьезного кино пора поговорить о чем-нибудь попроще. Например, о мультфильмах. Может они будут и не такие жестокие, но зато безусловно глубокие и мудрые. Да, пора поговорить о мультфильме Кубо. Легенда о самурае. Кубо — это такая сборная солянка из различных японских мифов и легенд. Прямо из каждого угла сочится синтаизм и философия Древнего Востока. Есть паренек Кубо. На него охотятся злобные враги-демоны. И для того, чтобы их победить, Кубо должен отправиться в путешествие и собрать три артефакта великого самурая. Там, конечно, еще полно всяких деталей, но сюжет примерно такой. Однако, это всего лишь общая фабула мульта. Это необходимые сюжету действия. На самом же деле, это мультфильм о духовном приключении и испытаниях, которые проходит мальчишка. Собирая эти артефакты, которые на самом деле ему и не нужны, он осознает истину и меняется. И именно в этом суть мультфильма. Он забит бесконечным количеством мелких деталей и пропитан идеями Востока от и до. Студия Лайка явно не хотела делать очередной мультик со смешными героями и спасением принцессы. Они хотели пойти намного дальше, сделать сюжет глубоким и значительным. И это у них удалось. Возможно, не каждому Кубо придется по душе. Возможно, его не так легко принять в современном мире, заполненном сюжетами ради движения и действия, а не ради смысла. Но такой мультфильм нам точно нужен. Ну и нельзя не упомянуть совершенно шедевральную визуальную составляющую. Это ведь кукольный мультфильм, в конце концов. Самый красивый и детализированный на данный момент. И сколько трудов и элементарно Человека-часов было вложено в него, и подумать страшно. Выход подобного мульта в наше время становится все больше редкостью, поэтому мы никак не могли обойти стороной творения студии Лайки. Шикарнейший мультфильм. Кто там следующий у нас? А на четвертом месте этого типа топа отличная жизнеутверждающая комедия Эдди Орел. Еще один фильм, основанный на реальных событиях и снова о человеческом героизме и воле к победе. Эдди Орел это, пожалуй, лучшая спортивная драма со времен первого Рокки. Окей, может быть, я перегнул, но серьезно. Когда нам еще в последнее время показывали такую проникновенную историю аутсайдера по жизни, мечтающего стать олимпийским чемпионом. Основан Эдди Орел на реальных событиях. Ну, то есть, примерно на 10-15%. Остальное в этом кино чистый фарс и выдумка, но насколько интересный и выдушевляющий это фарс. Главный герой абсолютно не спортивный задрот по имени Эд. Он все никак не может найти собственное призвание и почему-то решать, что спорт это именно его судьба. Эдди начинает тренироваться сначала в одной дисциплине, потом в другой, но останавливается он на прыжках с трамплина. Его цель ни много ни мало – зимние олимпийские игры, а главная мечта – победа. И как же нелегко ему все достанется, хотя даже мечты-то сбудутся не все. С ролью самого Эдди в фильме отлично справился Террон Эджертон, надеюсь, правильно выговорил. Знакомый зрителям в основном по Кингсману. Ну, а тренирует главного героя здесь Хьюрос Самахов и Джекман. Им на дуэт этих двух по сюжету аутсайдеров, которые пытаются отвоевать свое место под солнцем, ну или хотя бы уважение, смотреть очень интересно. Что касается режиссуры, операторской работы и картинки, в целом они не поражают оригинальностью, но все сделано просто все очень ровно и размеренно. Плюс к тому же атмосфера 80-х годов удачно передана здешней музыкой. Да чего же приятное, вот просто вот приятное кино. И смотреть Эдди Орла можно советовать всем, от мала до велика. Всем лидерам по жизни и тем, кто очень хочет, но не умеет побеждать. Это действительно хороший фильм, и даже опти хотел его поднять чуть повыше, но как-то не срослось. Едем дальше. Этот год войдет в историю, как год супергеройского кино, которое не оправдало ожиданий. Но был, кажется, один фильм, который зашел абсолютно всем. Даже мама оптимистера пересматривала этот фильм несколько раз и ждала сцену после титров. Дэдпул. Об этом фильме столько всего было сказано, что добавить что-то будет просто невозможно. Дэдпул – лучшее супергеройское кино в 2016 году с лучшим из возможных Дэдпулов в главной роли – Райаном Рейнольдсом. Снятое за копейки по нынешним меркам, героическое кино о болтливом наемнике оказалось более ценным, смешным и атмосферным, чем большие блокбастеры типа Бэтмена против Супермена и Первый Мститель – Гражданская война. Дэдпул получился ярким, циничным, дерзким, опасным, а что самое главное, действительно интересным и забавным фильмом с традиционным для этого персонажа ломанием четвертой стены. И, конечно, фильм вышел не идеальным. Эффекты, да даже сам сюжет, выдают дешевизну и скованность в бюджете. Но невооруженным взглядом видно, как старались создатели, делая экранного Дэдпула. И фильм, хоть и отходил от канонов комиксов, получился самым фанатским в этом году. Да и сам по себе Дэдпул, самый горячий супергерой в красном костюме, в одночасье стал самым народным и полюбился публике не в последнюю очередь благодаря отличному, позитивному, сарафанному радио в свою честь. Вот что бывает, когда все на съемочной площадке не просто отрабатывают деньги, а работают с душой. Спасибо создателям за это. И единственный минус этого фильма, почему мы так долго ждем Дэдпула 2? Что вообще происходит? Даешь Дэдпул 2 в массы, если хотите и ждете этот фильм, ставьте лайки. И после такого развеселого третьего места у нас место номер 2, более серьезное. Приветствую, меня зовут Сокол, и на этом месте будет что-то, что-то более серьезное, чем все остальное. И я рад, что фантастика вновь становится популярной. Научная фантастика. Фильм «Прибытие» Дэни Вильнёва. Я понимаю, что к этому фильму у некоторых много претензий, в частности к финалу ленты, но я напротив нахожу концовку интригующей и хорошо разжеванной. Особенно после того, как я познакомился с гипотезой Сэппера Уорфа, на которой основана оригинальная повесть, и которая также легла в основу фильма. Язык определяет мышление. Подробнее вы можете узнать в интернете. Дальше, естественно, все это фантастика. Научная фантастика. Сравнимая с лучшими образчиками подобного жанра. Фильм пользуется научной теорией, вернее, повестью, в основе которой лежит научная теория, и закручивает ее в невообразимую загогулину в перемешку с фантазией. И это цепляет, заставляет думать и размышлять, сомневаться и возмущаться. Этим и должна заниматься научная фантастика, задавать вопросы и пытаться на них ответить. Причем, говоря научное, я ни капли не лукавлю. Над фильмом действительно работали консультанты от мира физики, математики и лингвистики. Например, примитивная, созданная ими специально для людей письменность гептоподов была реально разработана для фильма и не являлась простыми клякцами от кофейных кружек. Также впечатлила меня центральная история героини Эми Адамс. Кстати, она и сыграла прекрасно. Ну и как же все это было хорошо снято и срежиссировано. Спасибо Дэнни Вильневу. Визуально фильм очень хорош. В общем, для меня картина является одним из лучших представителей жанра. Вот. И если вы уже хотите посмотреть это кино, отличный выбор. Но готовьтесь к серьезной истории. Ну а мы близимся к финалу этого топа. Ну и наконец-таки первое место. Это всегда так ответственно. Знаете, я привык к тому, что здесь появляется что-то прекрасное, вдохновляющее и авторское. В 2012 году это был фильм Облачный Атлас. В 2013 году Гравитация. В 2014 году отель Гранд Будапешт. А в прошлом году фильм Прогулка Роберта Замейкеса. Но в этом году, вот серьезно, ничего лучше мейстримного мультфильма Зверополис я во всяком случае не видел. И пока вы кинулись писать мне в комментариях, как я не прав, я поясню, почему именно Зверополису я отдаю первое место. Зверополис это очень интересный сюжетный мультфильм. История в нем стоит на первом месте, даже немножко подвигая в сторону очень ярких персонажей, как первого, так и второго плана. Начавшись как типичная история аутсайдера на пути к успеху, а именно аутсайдером в самом начале выступает крольчиха Джуди, которая хочет стать копом, но всего лишь кролик и вообще живет в мире полным стереотипов. Эта история позже раскрывается на полную, перед нами разворачивается сюжет, который со стороны позволяет увидеть не один порог современного общества. Обычный на первый взгляд мультфильм про говорящих животных становится походу самым злободневным фильмом в этом году, рассчитанным на максимально широкую аудиторию и способный при этом увлечь и развлечь всех от мала до велика. В мире Зверополиса, как и в нашем повседневном мире, полным-полно злости, расовых стереотипов, неравенства, осуждений по цвету кожи, шерсти и так далее. И вот именно в этом мире нам раскрывают сюжет о зарождавшейся дружбе миловидной крольчихи и хищного лиса, которым из-за враждебных отношений предков просто необходимо обходить друг друга стороной. Но только объединившись, они спасают свой город и свой уютный мир. И на своем примере доказывают, что все звери, да и наверное люди равны. Ну а пока нам рассказывают такую серьезную историю, на фоне развлекается куча второстепенных героев. От мафиозных грызунов до тигров-танцоров. Но главным из зверей второго плана является мой фаворит, ленивец Флэш, которого у нас назвали Блиц. Действительно самый лучший герой Зверополиса, которого лично я сделал бы своим патронусом. Если прислушаться к Зверополису, играет приятная музыка, которая также влияет на атмосферность происходящего. А резкие смены локации Зверополиса помогают лучше понять его интересные устройства. В общем, это реально отличный мультфильм. И по-моему, вообще лучшее, что выходило в 2016. Ну в общем, и еще кое-что. Большое спасибо всем, бро, которые досмотрели это видео до конца. Вы бы знали, как тяжело на самом деле каждый год собирать столько видеоблогеров на одном канале. В общем-то, хочу спасибо сказать вам за просмотр этого ролика и многих других. На самом деле, я очень рад, что вы у меня есть, и вы такие адекватные. Спасибо всем, кто давно следит за моим творчеством. Спасибо тем, кто недавно подписался. И все еще остается надеюсь, вам все нравится. Если нет, то пишите об этом в комментариях. Я действительно их читаю и на многие из них реагирую. Люди не дадут соврать. Подытоживая не только этот ролик, но и весь этот год, хочется сказать, да, он был довольно тяжелым. Но все-таки я счастлив, что мы остались живы, остались клевыми. И давайте, чтобы следующий 2017 год был легче, будем немножко как-то добрее друг к другу и мягче будем смотреть на многие вещи. Ну и, в общем-то, хочу вам по традиции пожелать очень хорошего кино, потому что, ну серьезно, достали провалы в этом году. Хочется годноты, хочется классных блокбастеров и отличной супергероики и воодушевляющего арт-хауса. Почему этого стало так мало? В общем-то, желаю вам всего самого лучшего, бро. Вот, искренне. С Новым Годом! Ну, давайте, поддержите меня. С Новым Годом вас всех! И смотрите только хорошие фильмы. Ребят, с Новым Годом! И помните, всегда есть фильмы, которые стоит посмотреть. В новом 2017 году я хочу пожелать на всем реализации. Потому что человек, который чувствует себя реализованным, он чувствует себя счастливым. Поэтому давайте развиваться и брать собственную жизнь в свои руки. Всем добра, удачи и смотрите хорошее кино, и не будьте занудами. С Новым Годом, КТ Краберы! Ну что ж, с наступающим всех славных парней и девчонок! А мне уже пора! Че-че-че! Растоп. 5, 2, 1... 5, 3, 2, 1... ...